Сегодня мы находимся на одной из ферм в Мозырском районе. И здесь мы познакомимся с такими профессиями, как доярка и телятница. Ну вот, теперь я точно готова к дойке коров. Виктория, расскажите, с чего начинается дойка? Сначала обрабатываем дезораствором, потом сдаиваем каждую долю по 4 струйки. Подтираем, подключаем. Давайте покажите на практике. Виктория Такун – оператор машинного доения на этой ферме. Когда-то ее мама тоже была дояркой. Работать сюда Виктория пришла 10 лет назад. Признается, работа не из простых, но в удовольствие. В среднем за день Виктория обслуживает 150 коров. Дует рогатых – 3 раза в день, в 5 утра, в 12 дня и в 7 вечера. Ну что, сейчас я попробую сама подключить аппарат. И для этого пройдем к дезинфекции для начала. Ну, дезинфекцию мы прошли. Так, теперь сцеживаем. Сдаивание. Сдаиваем. Когда в первый раз доили корову, какие были ощущения? То же самое, как у вас. Вперед. То же самое, как у вас. Но у меня старые, помню, доярки сказали, что чем ты будешь бояться, они чувствуются. Так что оно не с каждым разом, что вы как-то научились, оно приходит постепенно. Всякие есть. Вот же вы видели одно. У нас специально есть брики, которые мы одеем. Подключаем. Разговариваем. Тело, хорошее. Ну, как-то же надо с ними разговаривать, чтобы хотя бы хоть как-то подключить. А есть у вас любимицы свои? У нас есть такая корова, вот, белка. Она всегда самая первая. Она будет, где бы она вот последняя будет, она будет стараться самая первая. Зайти встать и самая первая будет выходить в сарай. Вот если бы вам 10 лет назад, вот, когда вы пришли дояркой, вам была возможность выбрать какую-то другую профессию? Не, наверное, нет. Не выбрала. Все-таки мне нравится работать. Животноводческом мне нравится. На этой же ферме оператором машинного доения работает и Сергей. Он здесь единственный мужчина. В профессии всего год. Вспоминает, сначала смотрели косо, а теперь привыкли. Здесь и зарплата устраивает, и график удобный два через два. А вот с профессией, которая убывателем менее на слуху, телятница, познакомиться плотнее мне не удалось. Эти специалисты на ферме работают с новорожденными четвероногими. По понятным причинам чужого сюда не пустят, даже с микрофоном «Беларусь-4». Исключение сделали сами обитатели фермы. Телята постарше всячески старались познакомиться поближе. Работа доярок – это кропотливый и сложный процесс. Необходимо обладать уверенностью и находчивостью, чтобы усмирить корову. Но это очень интересный процесс. Вероника Гомзюкова, Павел Антонов. До встречи в следующей программе.